Добрый вечер! Я рад сегодня выступить перед вами замечательной темой «Любовь». Она мне очень долго не давалась. То есть вещь очень тонкая, и рассказать объёмно о таком тонком вопросе никак в голову не вмещалось. Пришло время и пришёл ответ. Хочу начать с глобальных вещей. В нашей Вселенной принцип жизни — это сущность в сущности. Клетки нашего тела объединены душой. То есть клетки, молекулы, атомы и их мириады. Они работают на целое, потому как объединены душой. То есть душа этим всем организмом управляет. Тело, человек является клеткой тела планеты. И всем организмом планеты управляет душа планеты, Санат Кумара. Та сущность, которая заставляет все природы, все царства работать на целое. Если человек работает на целое, а в данном случае это планетарный организм, то никаких раковых болезней у него быть не может. То есть он как бы заботится о всём организме. Если человек эгоистичен и стяжает, вот это как бы одна из первых причин для болезней. Дальше если смотрим, то наш планетарный логос и наша планета является клеткой в нашей Вселенной. И где-то там за этой Вселенной есть трансцендентный Бог, который объемлет всё. В временной мудрости тот, который объемлет всё, о нём сказать ничего невозможно. Но во временной мудрости есть понимание семи лучей. Это то, что он излучает. То, что он излучает, это основа всего, основа всех форм, основа содержания всех форм. И лучи — это конкретно описано в учении. Первый луч — это воля и могущество. Второй луч — это любовь и мудрость. Это как раз тот вопрос, с которым мы сегодня будем разговаривать. Третий вопрос — активный интеллект. Третий луч. Четвертый луч — гармонии и красоты. Пятый луч — науки или точного знания. Шестой луч — преданности или идеализма. Седьмой луч — церемониальной магии. То есть мы говорим об энергии. Эти лучи являются основой форм и являются основой отображения душ, которая живет в форме. Вот я, например, моя душа относится ко второму тоже лучу, а Личность относится к третьему лучу. В нашей Солнечной системе Солнце относится ко второму лучу. То есть Солнце является олицетворением второго луча любви и мудрости. Вот в этом раскладе получается, что первый, кто принес понимание любви на планету Земля — это Христос. Христос изложил это в своеобразной форме в виде притчей и Евангелия. И эта наука распространилась по человечеству очень сильно. В плане, что, наверное, половина человечества понимает, что такое христианство и что такое любовь, которую принес Христос. Если говорить про другие лучи, то как бы про первый луч вообще ничего не известно практически. Про третий луч активный интеллект — это с точки зрения науки тоже практически ничего не опубликовано. Но дальше это три первых луча — это лучи аспекты, это главные лучи. Есть четыре дополнительных луча — это лучи атрибуты. Если говорить об эмоциональном массе человечества, то большая часть населения находится на четвертом, пятом, шестом, седьмом луче. Если говорить о четвертом луче, то это творческое выражение, например, красоты и мудрости. Мы знаем всех этих людей, те, которые смогли реализовать себя в разных видах творчества — в музыке, скульптуре, архитектуре, искусстве вышивания, гончарном искусстве. То есть те, которые несут в себе творческий заряд. И это их суть, и это содержание. И это абсолютно разные люди. Люди, которые относятся к точным наукам, грозительно отличаются от богемы, от искусства. То есть это и склад характера другой, и содержание другое. Ну а вот возвращаясь к любви и мудрости в человеческом царстве. Что такое любовь в человеческом царстве? В первую очередь это отношения. Если мы говорим о сущности в сущности, и главная единица во всей этой двойственности — это целое, это основа, основ всего. Любовь — это носитель целого. То есть соединение мужского и женского начала, плюса и минуса прослеживается во всех царствах природы. То есть соединение этих начал порождает целое. И в момент соития проявляется самая мощная энергия — энергия Духа. Вот это и есть любовь, да? Энергия Духа, она как… Вот главная двойственность — это Дух пришёл и вселился в материю. «Вселившись в материю, Он породил сознание». Мы с вами синонимы по любви и мудрости можем сказать, что сознание, свет, душа, любовь — это всё относится к одному и тому же. То есть Дух пришёл и вселился в материю и породил сознание. Породил Христа, породил свет, породил любовь. То есть вот как бы проявление любви. И в человеческом семействе тогда, прежде чем говорить о любви, то можно говорить только об отношениях, и отношения — это секс. Отношения мужчины и женщины без секса — это уже не любовь. Отношения мужчины и женщины примитивные, например, уровня животного царства — это любовь. Но любовь основана на инстинкте. Инстинкт и любовь в животном царстве — это продолжение рода. Это инстинктивно очень мощная вещь. И так или иначе проявление энергии Духа и зарождение плода, света, любви, души — это всё одно и то же. Но в силу того, что эволюция — это вещь бесконечная, то есть человек свою эволюцию должен дойти до божественного царства. И первое царство, которое нужно обязательно пройти, — это, значит, физический уровень, потом астральный план и ментальный. Вот если физически это понятно, что это чистая физика, то астральный план или творческий план или чувственный — именно на этом плане человек отличается от животного тем, что его чувства осознаются, то есть его чувства тонкие. Они отличаются от животного царства именно развитостью. Прежде чем происходит физический секс, то у человека обязательно должен быть взгляд. То есть взгляд, который вызывает вожделение, желание, стремление. После взгляда, притяжение — это уже разговор, это включаются органы слуха, именно слово, выражение как энергия очень притягательное. Для женщин, например, очень важно звуковые комплименты, музыка, состояние. При более близком сближении очень важно касание. То есть органы чувства осезания — это касание телом, руками, губами. Это всё информация для работы ума. После того, как включилось осезание, человек попадает в ауру другого человека, чувствует его воздух, запах, атмосферу. То есть это ещё больше дополняет. И как завершающее чувство полноты объединения — это вкус, то есть это поцелуй. Соприкосновение слизистой. И вот как бы отличие животного от творческого подхода — это громадьё чувства. То есть когда человек может в своей восторженности и возбуждении дойти до седьмого неба. Ментальный человек менее эмоциональный, но более разумный в плане, что он сознательно выходит на физические отношения, на физический секс. Прежде чем туда выйти, он это осознаёт, он анализирует, он строит планы, он понимает, чего он хочет. Если он хочет построить семью или родить ребёнка, то в логике не просто продолжение рода, а в логике появляется желание родить ребёнка, например, физически очень гармоничного. Или способного к творчеству, к скульптуру. Чтобы он был умный, чтобы он мог рассуждать, чтобы у него был музыкальный слух, чтобы он был талантливым организатором. Чтобы продолжение рода было не чистое физическое воплощение, а уже наполненное смыслом и содержанием. Просто форма должна иметь другого рода качество. Ментальный человек должен понимать разницу физического отношения в сексе с женщиной и уровня любви ментальной. То есть вот этот диапазон есть, и он должен стремиться к максимальному выражению качества. Это уже мы называем координированной личностью. Координированная личность способна создавать тела для проявления сынов Божьих. То есть для того, чтобы родился Бог, нужно еще и подключить душу. То есть именно душа человеческая, соединившись с другой душой человеческой, может породить Бога. Но мы сами по себе, по своей природе, по своему нутру Боги. То есть мы только забываем об этом. Мы живем в трех мирах, а нужно выходить на уровень души. И вот выйдя на уровень души, объединившись, мы можем выполнить главную эволюционную задачу – создать тела для проявления сынов Божьих на земле. Это глобальная задача. Христос сказал, что «Я свет миру». Он является носителем света. Он родился в свете. На сегодняшний день человечество и вся наша цивилизация рождается во тьме и живет во тьме, и умирает во тьме. И такая эволюционная важная задача – рождение Христа внутри, ну это по религиозным канонам, да, например, этого достигает очень мало людей. Я недавно тут совсем узнал неделю назад про школу в Белоруссии. И там удивительные вещи происходят, чудо какое-то. Он пробуждает людей. То есть пробуждение и просыпание происходит в большом количестве. По статистике сейчас около 47 или 46 человек. То есть появились люди, которые физиологически способны родить детей для воплощения сынов Божьих на земле. То есть это логика же такая, да, и если эти дети появятся, то Божий рай будет построен. То есть все на земле преобразится. Вот это и есть чудо. То есть это главная задача любви на земле. Ну я готов ответить на вопросы. Любовь — это основа всего. Ну вообще всего. Вот те люди, которые живут на уровне Душе, то любовь там разлита просто. И те люди, которые спускаются в мир Личности, вот они и живут страдания. Те, кто пробудились, они ушли от этих страданий. Есть физическая любовь, да, и физические отношения, которые определяются сексом. И отношения на физическом уровне — это достаточно простое. продолжение рода — животный уровень. И чем больше творчества, тем больше чувств и качеств вложен в этот процесс, тем больше мы стремимся к тому, чтобы проявить Царство Божие на земле. То есть сначала родить сынов Божьих, а потом построить Царство Божие на земле. Ну ничего бы не было. Потому что, как я говорил уже, что любовь, свет, душа — это тождество. То есть одно и то же. То есть не было бы детей, не было бы продолжения рода, не было бы света. То есть вот если говорить о солнце, то главное проявление солнца — это тепло и свет. То есть если убрать тепло и свет, жизни вообще в принципе нет. Любовь — основа всего. В человеческом семействе это сексуальные отношения, наполненные содержанием. Вот это и есть любовь. Мы не говорим на сегодняшний день любовь к деньгам, любовь к каше, любовь к материи, любовь к детям, любовь к матери. Всё это происхождение как бы энергетика другого рода. Любовь, о которой я говорю — это соединение двух полюсов, соединение двух противоположностей в целое. Вот это и есть с точки зрения энергетики любовь. Всё остальное — это искажение языка. Например, в английском и немецком понимания любви, кроме любви, отношений мужчин и женщин нет. Безусловность в любви — это идеальные отношения, это люди пробуждённые. Это те, которые не живут в трёх мирах и не страдают. Вот там может быть проявление идеальной любви, безусловной. Вся остальная любовь в трёх мирах — она условна. Она не может быть другой, потому что мы несовершенны. Она всегда сжиждится или на материальном, или на корыстном, или ещё на каких-то условностях, привязанностях. Подтверждение тому — это когда семья создаётся, это всё не видно. Когда семья разваливается, тогда начинаются притязания материальные. То есть человек говорил, что ему ничего не надо, а на самом деле он претендует на всё и на многое. Или, например, корыстная любовь, даже такая корыстная любовь, как полюбил за то, что она очень духовна. А потом при разводе, оказывается, она тебе мстит злой сильно, и духовности никакой нет. То есть все иллюзии спадают. Спадают, потому что в трёх мирах нет идеальной любви, и безусловной любви тоже нет. Я совсем недавно, две недели назад, или неделю, проходил у него практику. И могу сказать, что это ученик одной и той же школы, из которой я. И у нас один учитель Джоал Кхул. Всё, что он несёт, очень правильно. Отличаемся мы тем, что у него есть практика, а у меня нет. Ну, пройдёт время, и я тоже, наверное, заведу какую-нибудь практику. Создатель, который стоит в основе структуры мироздания — это тот, о ком сказать ничего нельзя. И я как бы поддержу эту точку зрения. Говорить о Создателе и его помыслах очень сложно. Ну вот, например, это даже целый порядок, да? Я могу вам привести пример, какой вот, например, клетка в моём теле. Могла бы судить о том, что Творец её замыслил. То есть она находится в ограниченной пространстве, видимость, у неё там органов слуха, чувства, ничего, наверное, нет даже. И как бы информации совсем минимум. Но она ещё может иметь представление о руке, что она часть руки. Очень сложно понять отношение ноги к руке, отношение голове к этой точке. И уж совсем невозможно понять или помыслить, что сущность эта целая запланировала в своей деятельности и куда она устремлена. К чему устремился планетарный Логос и какие задачи он решает, нам невозможно вместить, потому что у нас даже таких органов чувств нет. Природа человека такова, что как можно излучиться? Духовное устремление к любви можно взять и накачать сердце, то есть сердечность. То есть обратить на это внимание, сосредоточить внимание и это чувство в себе расширить и поглотить этим чувством другого человека. То есть как бы взять его в своё сердце, таким образом поделиться своей энергией и излечить его. Кругом всё энергия, вообще всё энергия кругом. Энергия любви, она несёт в себе преобразующее качество. То есть если вы даже просто с взглядом сосредотачиваете своё внимание на другом человеке и с чувством любви хотите ему помочь, это работает железно. И чем больше вы отдаёте, тем больше вы получаете, тем вы здоровее сам и тем лучше людям, которые вокруг вас. Вообще в пробуждённом мире там нет границ. Вот любовь одного человека, любовь божественная, она разлита и доступна в изобилии, просто в бесконечном изобилии. Люди не могут прорваться сквозь иллюзии трёх миров. То есть астральный план — это глухая вещь, непроходимая. Ментальный план — невозможно. Я говорю, вот это чудо, которое в Белоруссии появилось, и для меня не даёт покоя. В мае поеду обязательно посмотреть, что это такое, когда можно по технологии избавиться от трёх миров. То есть избавиться от страданий и мучений — это просто чудо. Другого ничего сказать не могу, пока сам не увижу. Если чувствуешь, что ты в плену, то это любовь личности. Любовь личности, которая базируется, может быть, на эгоизме, на желании соподчинить, покорить, заставить, контролировать, управлять. Любовь — это свобода, это отношения, непринуждение. Это, наоборот, когда ты даёшь, не тебя ограничивают, а ты даёшь безгранично. Всё, что касается ограничений — это эгоизм в любой форме проявления. Любая молитва, любая медитация — это любовь к себе. То есть вы соединяетесь с Богом и через себя прокачиваете энергию. Конечно, при определённой подготовке, определённом уровне идёт только положительная энергия. Отрицательно. Хотя у нас тут радиоприёмник такой устроен и свобода воли выбора. Вы можете настроиться на любую волну любой станции и на любые печали, страдания, разрушительные энергии. То есть на любую волну. Молитва и медитация — это, конечно, светлые каналы. Настроившись на светлые каналы, вы получаете светлую энергию. Соединяются ауры. Вот есть такое понятие «не приступи кольца». Человек, как правило, в это «не приступи кольцо» других людей не пускает. Он закрыт от всего мира и открывается только для семьи, друзей и ограниченного количества людей. Это личности все. То есть раскрытый человек, пробуждённый, он раскрыт целиком и полностью для всего мира. Он может обнять совсем другого человека, чужого человека и излить свою радость и любовь. Для любви есть контроль. Нет. Это все относится к личности. Личность культивирует разного рода ограничения. Для любви нет этого. С точки зрения личности никак. Как мы вначале сказали, есть безусловная любовь, а есть идеальная любовь. Идеальная любовь — это для пробуждённых. А условная любовь — это любовь в трёх мирах. С ограничениями, с проблемами. Мы живём с вами на полигоне. И в этом полигоне нужно сделать всё, чтобы осознать иллюзию этого мира. Сначала астрального плана, потом ментального плана и уйти в душу. Если появилась такая технология, то это можно сделать очень быстро. Учение Джоэл Кхула, которое я пропагандирую, более размеренно, более осознанно, менее революционно, менее эффективно. Но знание очень правильное, я считаю. Вообще, фокусироваться на хорошем — это всегда хорошо. Устремление к свету. Если те люди, которые пришли на мой свет и имеют от этого положительный результат, то это очень хорошо. То есть я, получив, пройдя через свои страдания, через свои испытания, изживая свои недостатки, получил возможность чуть больше света, чем все остальные. И готов этим поделиться, готов показать этот путь. И если есть последователи и те, которые готовы устремиться вместе со мной, это только здорово. Возвращаемся к тому, что любовь в трех мирах, любовь личности — это полигон. Полигон для испытания. То есть для того, чтобы обломать свои качества, для того, чтобы преобразовать свою природу. Сохранить любовь можно только тогда, когда понимаешь, что все испытания, которые идут, они идут для того, чтобы ты прошел их, пережил и принял. Вот очень важно в достижении цели, когда человек уже понимает и ставит цель и устремлён, что нужно обязательно все обстоятельства, которые идут, пережить. И тогда ваша цель очень сильно приблизится. Если вы будете отторгать, делать усилия и не выполнять то, что на вас идёт, цель от вас удалится, и вы можете её не реализовать никогда. Море по колено — это нет нерешаемых задач. Это восторженность, это радость жизни, это увлечённость. Любовь чудеса творит. Чудеса, какие, например, я пережил буквально 3-4 дня. Для того, чтобы божий свет или божью любовь впитать, нужно эти три мира пройти. То есть физически, астрально, ментально. И уйти на уровень души. И всё время что-то мешает. С внешней стороны всегда приходят события, которые тебя пытаются удержать. И я понимаю, что я в коконе или в яйце. Я ограничен всё равно. Количество духовного света мне не хватает. Мне нужно ещё больше, ещё больше. И я просто беру и физически в своём воображении этот кокон бью, 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 бью. И это яйцо рассыпается. И я перед божьим светом голый, голый, обнажённый. Но в таком изобилии света, тепла и любви, что как только что родился, вот он, птенец из яйца родился и под этот свет попал. Восторженность до седьмого неба. То есть это просто забирает чудо. Вот это и есть чудо воздействия любви. Любовь просто берёт и поломает все границы и объемлет тебя. То есть укутывает в свою любовь и возможности. У тебя вообще никаких проблем не возникает. Ну ни о каких страданиях точно речь не идёт. Любовь одна из сильных энергий. Ну, я говорил, это основополагающая энергия. Она основа нашей солнечной системе. Она является продуктом взаимодействия духа и материи. Это продукт взаимодействия мужчины и женщины. Это одна из главных составляющих. Она действительно творит чудеса. Но она не даётся не всем. Понятно. Нужно иметь устремление и иметь силу воли, иметь возможности, способности для того, чтобы туда дойти. Это как премия за большое количество страданий и изживания тех вопросов, кармических вопросов, которые нарабатывали, может быть, ваши отцы, деды. А вы сейчас это разгребаете и прорубаете путь к свету для своих детей и внуков. Мы должны преобразовать всю свою природу. Сначала физическую природу. Её нужно преобразовать. Её сделать нужно физически развитой, здоровой. Есть здоровую пищу. Переживать хорошие чувства. Сортировать и отсеивать ненужные мысли. И в конечном итоге прорубить двери до души и получить вот тот сияющий божественный свет, к которому все устремлены интуитивно. Я его увижу потенциальным Сыном Божиим на земле. То есть, на мой взгляд, я создал ту форму, через которую может проявиться Сын Божий. Во всяком случае, он очень выразительный в плане… У него очень ясные глаза и смышлённый ум. То есть, в его глазах чувствуется понимание этого мира. И он совсем другой. Посмотрим, что время покажет. Эмоциональная оболочка – это три мира – физические, астральные, ментальные. Это миры страдания. Казуальная оболочка – это оболочка души. То есть, там все превосходные качества. Там безграничная любовь, все знания, все понимания, здоровье, радость, любовь. Там всего этого с избытком. При определённой чувствительности, взглянув один раз, притянувшись к человеку, ты сразу понимаешь, как пазлы сошлись. То есть, говоришь, это моё. Я люблю этого человека. Ну а дальше уже, если всё складывается, то это действительно так. Главная разница духовности и золотого тысячелетия. Золото – это стяжательство. Это основа притяжения к себе. Любовь – это желание отдавать другим. С точки зрения энергетики мы прогоняем и отдаём. И от этого везде становится всё больше. А при золотом тысячелетии – это стяжательство внутри себя раковой клетки. В конечном итоге раковые клетки заболевают и отмирают. И в конечном итоге всё человечество – это нерадостное существование. Это вымирание, это война, это теории миллиарда и так далее. То есть, когда материальное ставится во главу. Не духовное, не божественное, а материальное. Это называется инволюция, а не эволюция. И любви там практически нет. Ну как бы не думал, но предложение очень интересное. Я в мае думаю, что я с ним встречусь и такую идею озвучу обязательно. Вообще это как бы государственная задача, я считаю. Что есть много предсказаний по отношению к России, что Россия будет духовным центром планеты. Что именно в России появится новое зарождение. Как я сегодня говорил, именно эти ребята могут создать тела для проявления сынов Божьих. А эти сыны Божьи построят царство Божие на земле. Я считаю, это должен быть русский мир. Это русская земля. Белоруссия, Украина, Россия, бывший Советский Союз. И тогда мы действительно станем духовным центром планеты. Истинная любовь, как мы уже сегодня говорим, это любовь пробуждённых. Мир от этого получает всё. И женщина получает от этого всё. Всё, что можно получить в Божьем Царстве, именно в этом ключе можно получить. Чем больше мы проявляем, чем тот же эгоизм, который не понимают люди. То есть работая над собой, работая со своей природой, для себя — это и есть любовь. То есть это не эгоизм. Вот если эгоизм — это стяжание материального к себе, а если ты стяжаешь духовно, утончаешь свои тела, чувства, устремляешься к тонкому и устремляешься к душе — это не эгоизм. Это именно божественная устремлённость. Конечно, есть генетические проблемы, есть физиологические проблемы, есть порог низкой чувствительности. Может быть, это недостаток образования, недостаток любви родителей. Всё это всё равно можно компенсировать, взрастить в себе. То есть в любом случае нужно научиться любить, увидеть прекрасное в мужчине или женщине. Тут о чём? О женщине идёт речь, да? То есть увидев прекрасное, можно заставить себя полюбить. Найти в другом человеке, пристально посмотреть на него, найти в нём достоинства, качества, которых в других нет, и начинать их культивировать, то есть поливать, хвалить, говорить хорошие слова, то есть помогать человеку своим вниманием и заботой. И таким образом взрастить в человеке это качество. Когда женщина говорит, что «ты у меня ни хера не умеешь», человек на этом месте всегда так и останется. А если мужику говорить, что «ты можешь, что у тебя получится», и «поддерживать всячески» — это любого человека. То есть если хвалить и поддерживать, то количество сил в человека возрастает, и возможности реализовать себя удваиваются, а то и утраиваются. Вот если собирается семь человек, то они могут делать не в семь раз больше, а по принципу геометрической прогрессии в семьдесят раз больше. То есть вот эта эффективность — синергия коллективного, группового труда. Любить себя, безусловно, надо именно любить как? Как свою Вселенную. Вот ты как творец, как создатель своей Вселенной, ты ее любишь, ты ее лелеешь, ты ее взращиваешь, за кожей ухаживаешь, гигиену поддерживаешь, в бассейн ходишь, к психологу ходишь, если разобраться не можешь. То есть психологические травмы и разборки пытаешься урегулировать, и в конечном итоге строишь планы и живешь в настоящем. Один из главных показателей и важных вещей — жизнь только здесь и сейчас, в глубине настоящего момента. Как только ты из этого уходишь, все, в жизни нет. И строительство планов и все остальное — это не Божий промысел, а поиски Личности. Как правило, Боженька корректирует это. Своё предназначение, смысл жизни человека — в его эволюции. То есть в проявлении Духа в материи. Чем больше вы сможете в течение жизни проявить через себя свет, это и будет результатом вашего пути. А любовь покажет путь, да? Это путь света, и как только вы туда устремляетесь, держитесь за любовь как проводника. Вот еще в семейной жизни — это такая, на мой взгляд, важная вещь — живут по привычке, живут потому что негде жить, квартиру разменять, живут там еще по каким-то… потому что дети, а любви нет. То есть вот все уже развалили, уже ничего нет, а они все живут. Жить не в любви — это тоже грех. И это достаточно большой. Жить нужно в любви. Как я вам фундаментально сегодня сказал, что тот, о ком ничего нельзя сказать, излучает семь лучей. И семь лучей отождествляются с целым. Вот когда эти семь лучей соединяются в одно — это и есть целое. Любовь — это составляющая этого целого. Одна седьмая часть. Проснуться и пребывать в душе. Уйти из эмоционального плана, уйти из ментального плана. Условно снять с себя капюшон и увидеть свой ум со стороны. То есть оба-нах. Это же я придумываю, это же я планирую, это же он меня ведет. То есть душой почувствовать, как тебя водят из одного обстоятельства в другое, не давая тебе проснуться. Для меня выражение Джоал Кхула, моего учителя, является самым верным, самым ценным. Он говорит, что любовь и мудрость — это основа мироздания. Это основная энергия, которая отождествляется со светом, с душой, любовью. То есть свет, душа, любовь — это одно и то же. Если говорить о личностях, то там хорошая фраза есть. Жизнь наша монохромная, чёрно-белая. А мы с вами те художники, которые раскрашивают эту жизнь цветными красками. И в зависимости от того, как мы их раскрасим, такая у нас и жизнь. И если говорить в личность опять, то как мы думаем, так и живём. Все события вокруг нас — это результат наших мышлений или наших недостатков, или наших достоинств, смотря что проявляется. Как я только что сказал, что мы живём в мире двойственности. И одна из форм проявления, которые записаны в замрунных скрижалях — как внутри, так и снаружи. То, что у вас нет мужчины — это у вас внутри. И для того, чтобы изменить эту ситуацию, нужно у себя внутри что-то изменить. И тогда внешние обстоятельства изменятся. В данном случае нужно просто вас глубже знать и убрать внутри вас те барьеры и преграды, которые есть. Но методика — это вневременная мудрость и тот опыт, который я сегодня упоминаю в Беларуси. То есть это просто чудо какое-то, которое может избавить людей от страданий. Если мы говорим о Личности, то Личность очень ограничена в своих возможностях. Как правило, она привязана… Как можно избавиться от своих привязанностей? Или зависимости. Пить, курить, сквернословить, употреблять наркотики, земные удовольствия, стремления — это всё. Нужно изменить это отношение. То есть не потреблять, а давать. И таким образом менять свою жизнь. Мне очень нравятся такие простые вещи, например. Возьмите аскезу, не врите. То есть просто взять и не врать ни при каких условиях, ни при каких обстоятельствах. Научитесь. Взяв такую аскезу себе в голову и введя эту практику в жизнь, вы кардинально изменитесь. Вы избавитесь от этих привязанностей, избавитесь ещё от чего-то. То есть если вы возьмёте себе в голову не судить других людей, это настолько могучая вещь. То есть это настолько мощная привязка, когда человек думает, что о нём скажут другие люди, и когда он сам оценивает других людей. То есть освободитесь от этого. Освободитесь, и вам начнётся легче жить. У вас раскроются ваши ауры и поля деятельности. К вам придёт больше света, и в этом большем свете вы будете больше счастливы. «Брат моей подруги не хочет дарить и делить любовь с женщиной. Живёт для себя. Гостевой брак. Его вполне устраивает. Никакой ответственности. Почему так происходит?» Всё, что касается трёх миров в полигоне, то есть касаемо Личности, а не касаемо Души — это полигон. И все события, которые здесь идут — измены, расстройства, раздражения, неудовольствия, выяснения отношений — всё это нужно для того, чтобы человек страдал. По принципу Души — чем больше человек страдает, тем радостнее для Души. То есть тем больше вероятность того, что настрадавшись, он быстрее обратится туда. Сто процентов. Это написано в изумрудных скрижалях как внутри, так и снаружи. То есть подобное притягивает подобное. То есть два собака пара. Муж и жена — это одна сатана. Это как бы железно. Сила любви — на что она способна? На всё. То есть сила любви — это очень хорошо у Симонова в стихах написано. «Жди меня, и я вернусь, только очень жди». «Жди, когда идут дожди», «Жди, когда пурга». То есть проявление любви, заботы о другом человеке и любви безусловной, то есть сохраняет жизнь, оберегает от невзгод, сохраняет здоровье. То есть практически любовь — это та энергия, которая может совершить хоть что. Развитые люди любят всеми органами чувств. То есть и осязанием, и обонянием, и слухом, и зрением, и вкусом. И еще интерпретируют умом, шестым чувством. И когда это объединяют, вот восторгаются именно от всего зрелища, от всего чувственного восторга соединения. Кто слабее, тому и больнее. Есть и мужчины, и женщины бронебойные, которые легко переносят какие-то психологические проблемы. А есть ранимые, есть слабые, но они тяжелее переносят. Женские качества, женственность, красота, нежность, внимание, любовь. Бережное отношение к партнеру — это всегда хорошо. Когда мы заботимся и проявляем внимание к другому человеку, мы как бы делимся энергией. И внимание какого? Лишнее слово не скажи, не обидь словом. Слово можно убить, а слово можно спасти. То есть когда можно сказать ласковое слово, не жалей, не экономь. Скажи это ласковое слово, и тебе самому добавится. То есть чем больше тепла и ласки излучишь из заботы, тем больше у тебя будет. Именно понимание и Боженька даст, и обстоятельства придут, и вы начнете понимать. Но это все равно с себя начинать надо. Почему вам такие обстоятельства? Почему? За что? Что ты делаешь не так? Все главные вопросы должны быть обращены внутрь, и изнутри придут ответы. Художественный фильм, который мне очень нравится — это «Знакомитель Джо Блэк». Это вот такая очень глубокая любовь. Причем любовь между земной девушкой и смертью, меня она очень греет. С точки зрения понимания даже смерть как сущность решила опознать суть любви. То есть она пришла, воплотилась в пацана, в тело пацана, чтобы именно пережить это состояние. И, войдя в это состояние, с удовольствием в нем купалась. Есть и женщины, которые долго-долго-долго не принимают решения. Неприменимо ко всем. То есть критерии все неуместны, наверное. В каждом конкретном случае нужно разбираться, почему тот иной человек не принимает решения. Может быть не боится ответственности, может еще что. Если с тем же человеком, то нужно простить. То есть простить и забыть все проблемы, которые были. Хоть и говорят, нельзя войти в одну и ту же воду два раза. Но построить новые отношения – это именно форма строительства. То есть нужно ментально устремиться к этому. Но если ментально, то вообще написать план конкретный, как построить новые отношения. И в этом плане можно написать сразу 20 пунктов, как построить. Вы должны сделать так, чтобы другому человеку в этих отношениях было хорошо. Найдите эти предложения, что нужно сделать для этого человека, чтобы ему было хорошо. И таким образом как бы желание и стремление решают любые задачи. Психологические задачи – это вообще как бы достаточно простые. Ну не можете сами решить и придумать. Поговорите с подружкой, поговорите с соседкой, сходите к психологу, почитайте книги. То есть поищите ответ на этот вопрос. Если вы озадачитесь, то ответ придет обязательно. Вот есть практики, например, научиться смеяться. Есть люди, которые просто годами не смеются, не улыбаются, не радуются. Встаньте перед зеркалом и посмотрите себе в глаза и посмейтесь. Или перед зеркалом скажите отцу, я тебя люблю, я хорошо к тебе отношусь, я не могу тебе сказать это в твои глаза, но тепло внутри у меня есть и желание и стремление есть. Просто поговорите вот с открытым сердцем. Если с открытым сердцем вы один раз поговорили, второй раз поговорили, все получится. Чаще всего почему мы не можем обнять чужого человека? Он чужой, и мы закрыты сами. То есть подойти, улыбнуться, сказать, какой хороший день, как я тебя люблю. Ну, человек может шалить просто. Но в принципе это задача какого рода? Раскрыть сердце. Если ты можешь раскрыть сердце, ну тогда можно сказать слова любви хоть кому. И радоваться впечатлению от того, как это действует на других людей и заряжаться от этого. То есть это здоровская вещь. Вы понимаете, что люди все разные. Уровень развития, уровень семьи, уровень условий, в которые человек вырос. Количество страданий, проблем. То есть это накладывает отпечаток на личность очень сильно. Если ему с детства не додали любви и тепла, то он не научили любить. А то он и сам закрыт. То есть он не может проявить это. Если не можешь проявить, то и как бы, соответственно, закрываешься. Согласно той теории, которую я вам сегодня рассказал, то любовь и секс — это обязательная часть любви. Если секса нет, то любви нет. Но это не значит, что мы говорим о платонической любви — это чувства. Это вздохи, переживания. Это запахи. Это подготовительный период. Вот такой подготовительный период очень важен и очень нужен для того, чтобы как бы любовные отношения или развивать любовь правильно не с физических отношений, а именно с тонких. С тонких именно переживаний, впечатлений, касаний. Я помню, в пятом классе, когда я первый раз к девочке подходил, мне для того, чтобы получить счастье и удовольствие от соприкосновения, мне достаточно было коснуться ее рукой или еще как-то. И это доставляло переживания. Понятно, что никаких сексуальных отношений в детстве нет. Но подготовительный период формирования отношений восторженного обязателен. То есть если мы начинаем с физики, то богатства, именно проявления любви нет. А платоническая любовь, я считаю, это не любовь, а именно чувственное переживание. Любовь на Земле живет вечно. То есть с момента образования Земли. Если ученые олицетворяют возраст Земли 4,5 миллиарда лет, то примерно столько же и любви. Хотя солнечный логос, ему еще больше возраста. То есть сколько есть солнечный логос, столько есть любовь. Мы говорим о энергетике, о природе. То есть для того, чтобы проявилось целое, гармоничное целое, должно быть два полюса – мужчина и женщина. Если одного полюса нет – это ущербное состояние. Это неполные семьи, отсутствие мужчины накладывает отпечаток на детей. Потом, когда ребенок вырос без отца, он не понимает мужской природы. И уже как бы непроизвольно не получается брачных отношений. То есть именно воспитание мужчины и женщины дает более полное, комплексное понимание семьи. Я даже не понимаю, как вы тридцатилетних можете удержать троих. Но это все равно форма эгоизма. Конечно, вы настрадались, вложили в них все свои силы и душу, и сейчас отпустите. Но все равно они должны создать свои семьи, родить своих детей и быть счастливы. И создав семьи, родив внуков, они принесут вам счастье в более расширенном понимании. Просто дети – это мало. У детей должны быть мужья, жены, внуки. И именно в этом счастье. То есть вы полюбите своих внуков больше, чем своих детей. Это как бы я вам из своего опыта говорю. То есть внуки – это что-то. То есть это лучше, чем дети. Любви обильные, наверное. То есть хватает энергетики или есть потребность в энергетике любви. Есть люди, у которых потенциал низкий, маленький, и их не хватает даже для одного человека. А есть у кого потенциал большой, и он может с несколькими партнерами общаться. Понятно, что здесь всегда есть обратная сторона. Но положительная с точки зрения энергетики есть. Есть предбрачный период, конфетно-букетный такой, когда все чувства восторженные, все в розовом цвете, радостное. В преддверии брачных отношений, в преддверии регистрации брака, создания семьи. Все это восторженное – это здорово. Но приходит потом быт, который часто людей выпускает из этих отношений. Приходит ругань, и люди на уровне личности начинают разборки. Эти разборки, когда превращаются в хронические, люди не могут просто мирно говорить, а все время выясняют отношения. Это и есть, наверное, то время, когда отношения претерпевают кризис. Не знаю, если есть возможность сохранять – сохраняйте. Если не видите уже такой возможности, значит, ломайте. Смысл жить не в любви – нет. Это большой грех. Ревность – это эмоция. Это признак нелюбви. Это признак собственности. Ревность – это моё. Я притягиваю. А любовь – это отдавание. То есть это противоположность. Тот человек, который ухватывает мою собственность, ограничивает, ставит, он как бы раковая клетка, а любовь, наоборот, отдаёт. Ревность – это не любовь. Ну вот у меня, например, не получается злиться на ребёнка, на своего. То есть он такой шпендик маленький, всегда радостный. И вдруг я его в воспитательных мерах… Он не поймёт этого просто в воспитательных мерах. Вот в Японии цикл воспитания подразумевает, что первые пять лет детей вообще не наказывают и разрешают всё. Ну, интересно, как бы это не наш менталитет, не наш подход. Но с точки зрения отношения к детям, наверное, правильно. Ну, наверное, все хотят быть успешными. Успешными с точки зрения физической природы, успешными с точки зрения психологической, успешными с точки зрения финансовой, с точки зрения возможностей, денег, власти. Успешный – это тот человек, который успел много, больше, чем все остальные. И волей-неволей другой партнёр тоже устремлён к тому, чтобы реализовать себя максимально. И тянется к тому, кто уже себя реализовал. То есть это и даёт какие-то дополнительные возможности, это и даёт возможность успеха. Ну, успешный, конечно, это… От него можно учиться. Как ты организовываешь, как ты это делаешь, как это у тебя получается. Не ходить и не набивать шишки практическим опытом, а можно прямо увидеть изнутри, как человек это делает. Ну, и реализовать себя. Ну, это, конечно, если с точки зрения бытовых, это там машины, квартира, деньги, отдых на юге под солнцем, одежда хорошая, там ещё что-то. Конечно, это материальные вещи притягивают достаточно сильно. Это нехватка любви у вас самих. То есть если женщина захочет влюбить мужчину какого-то, если любви достаточно, то она влюбит. Это же как бы энергия, которая имеет в себе качество и способность. То есть если её достаточно, то любая личность сопочинится. Если этой любви недостаточно, тогда да. Бороться за любовь или хранить эту любовь. Но никто этому не может помешать, это же внутри. То есть эту любовь вы можете культивировать в себе сколько угодно. Вот есть такие упражнения, когда эту любовь в себе нужно расширить, поднять, насытить энергетически, расширить бесконечно и взять в эту ауру другого человека. Вот культивируйте эти упражнения, практики. То есть берите в свою ауру других людей, именно окутывайте их своей любовью, энергией. Таким образом, как бы нет недостижимых целей, недостижимых решений. То есть есть ограниченный потенциал. Сегодня эта тема школы Гивина в Беларуси несколько раз я упоминал. И ещё раз говорю, что если человек пробуждён, то если два пробуждённых человека, проснувшихся, именно они могут быть примером божественной любви. Но может быть, если в первом поколении нет, если эти люди создадут тела для проявления сынов Божьих. То есть они могут создать тела для проявления сынов Божьих на земле. А если они создадут это, вот это и есть пример божественной любви. То есть это рождение Бога на земле. Проявление Бога же и в наших культурах есть это всё. То есть есть Христос, Магомед, Будда, Кришна. То есть те люди, которые отождествляются с богами. То есть принесли божественное на землю. Если этот опыт есть, то его нужно тиражировать и множить. То есть нужно такое количество людей, сынов Божьих, чтобы они преобразили нашу землю. Любовь — это секс. Секса нет, значит влюблённости тоже нет. То есть если секс есть — это любовь. Если секса нет — ну, значит, что это можно назвать как-то ещё? Влюблённость или ещё что-то. Не говорите гадостей. Не оскорбляйте. Найдите тёплые, нежные слова, умные слова, философские слова. То есть и вообще в принципе обижать других людей словами не надо. То есть нужно научиться так выражать свои мысли, чтобы люди не обижались. А если вы можете себе это позволить, то будьте уверены, прилетит что-нибудь обратно. Осознать, понять и решить. Нужно говорить правду. Любовь к родителям мешает личной жизни. Нужно подойти к маме и сказать или к папе. Вот у меня есть семья и у меня проблемы от того, что вы здесь, мы всё время не можем никак нормально жить. То есть семья это всё-таки муж, жена и дети. А если присутствие тёщи или свекрови разъединяет брак на два полюса или на два лагеря, то это как бы очень ущербно. И если вы сможете донести что или спросить у мамы или у отца, что вы хотите, чтобы мы развелись, у нас главная проблема и главная причина – ваше присутствие. Если сможете сказать, то люди поймут. Я думаю, даже если не поймут, на конфликте всё равно уйдут. На чашу весов нужно всегда понимать, что важнее – вы хотите сохранить брак или разрушить семью. Отношения с родителями всё равно так или иначе сложены. Они есть. От родителей не выбирают, от родителей не откажутся. Куда есть? Поворчат, поворчат и примирятся. Но защищать свою семью в таких отношениях и отстаивать, я считаю, надо тактично, мягко. У меня бабушка всегда говорила, я же правду говорю. Чего вы обижаетесь? Я же правду говорю. Ну и действительно, скажите правду. И потом извините, что вы не обижаетесь, но это правда вот так вот. С первой частью абсолютно соглашусь, полюбить можно любого человека. Если видишь в нём Бога или Богиню, можете полюбить эту частичку Бога, постараться дать возможность раскрыться этой частичкой Бога. Но если это тиран, если это деспот, если это злой и агрессивный человек, то там эту частичку Бога практически не видно, она уже закрыта. И тут игра слов. То есть видите ли вы эту частичку Бога в нём? Если он её хоть раз, хоть как-то проявляет, то её ещё можно увидеть. Но если она закрыта именно злым панцирем, то, наверное, не стоит оно того. То есть страдания этих миров — очень хороший пример, что весь этот мир Божественный и управляет этим миром Боженька. И ничего без его воли здесь не происходит. И если этот человек заслужил вот этого, то это с позволения Бога. А если вы считаете, что нужно сделать что-то не так, то вы вмешиваетесь в его промысел, вы ставите себя выше Бога. И, соответственно, обстоятельства вернутся к вам. То есть вы заплатите за это вмешательство. Нельзя себя ставить выше Бога. Нужно научиться принимать всё, что происходит в Божьем мире, как оно есть. Четвёртый луч — это гармония через конфликт. Выяснять отношения и потом гармонизировать, выяснять отношения, потом гармонизировать. Все люди для друга камни. И острые углы у каждого есть. И люди трутся друг от друга до тех пор, пока эти острые углы не сгладятся и не сотрутся. И рано или поздно свекровь притрётся или вы примиритесь. То есть что-то в вас изменится, что-то в свекрови изменится. И в конечном итоге приживётесь, привыкнете и будете жить. Я сегодня говорил об этом уже, что любовь без секса не бывает. Но как бы два этих тождества, они могут абсолютно быть разными. С одной стороны, это может быть просто животная любовь, продолжение рода без чувств, без содержательных, без эмоций, без ритуалов, танцев, ресторанов, цветов, конфет, подарков, комплиментов. А может быть, наоборот, обогащённое вот это всему. Начинать нужно с тонкого. То есть когда начинаешь с тонкого, вот именно с проработки, подготовки, размышления, переживания, вхождения, тогда любовь такая восторженная и большая. Стремитесь вот от этого низкого перейти к высокому. Неоднозначно далеко. То есть женщина точно может любить не только одного, а много мужчин. И это известная профессия. Социально безответственные товарищи. То есть женщины могут любить много мужчин. И это как бы практика достаточно распространённая. Да, делаю пассы тенсиогрити, но у меня целый конгломерат разных физических упражнений. Это когда-то я болел позвоночником, и для меня это была большая проблема. То есть я пришёл к Бубновскому и делал упражнения на спину через боль. Достаточно долго, несколько лет я вытаскивал себя из этих физических недостатков. После того, как я преодолел физическую боль на позвоночнике, у меня как бы были сросшие почти 6 позвонков. Мне приходилось их разрабатывать и делать гибкими. И эти упражнения были очень болезненны. И потом появились другие упражнения. Кто-то посоветовал заняться фитнесом, и я пошёл в фитнес. Потом появились упражнения от обычных тренировок. То есть, например, обязательное приседание. То есть как первое упражнение для разгонки крови. Этот комплекс включает порядка 25 упражнений у меня. Примерно 40 минут каждый день утром я делаю этот комплекс упражнений. И свою физическую природу держу в тонусе. Потому как физическая природа — это фундамент для всякого рода духовности. Если физического здоровья не будет, то ни о какой духовности, в принципе, говорить нельзя. То есть носитель слабый. Воспитать силу духа в нём невозможно. Ну и психологическое, психическое здоровье во многом зависит от физической. Ну вот я как бы этот комплекс сначала сделал. После Бубновской я добавил туда тенсиогрити. И ещё там ряд упражнений специальных для меня из разных систем. И ещё я хожу на фитнес два раза в неделю. Там ещё другой комплекс упражнений с тренером, который поддерживает мою физическую природу. Любовь любящему человеку — это как его воздух, вода, жизнь. Всё, что его наполняет. То есть это основа нашего мироздания, основа нашей Вселенной, нашей Солнечной системы. И это основа человечества. Если нет любви, нет продолжения рода, нет света, нет любви, нет ничего. То есть это основа всех основ. Мы простые смертные люди. Всё, что я говорю о Вселенной, Солнечной системе, Земле — это вневременная мудрость, которая написана в трактатах. Я её прочитал, я её принял сердцем, я это понимаю и согласен с этой концепцией и подходом. И я об этом говорю. Когда мы уходим в масштабы мироздания, это невозможно доказать, это невозможно опровергнуть. И, соответственно, говорить об этом — это как бы переливать из пустого в порожное. Ну, где-то я соглашусь, что вполне вероятно, что это так. Что любовь не только в нашей Вселенной, а во всём мироздании. И за всеми у нас говорят 47 мирозданий. За 47 мирозданием, где за этим всем стоит трансцендентный Бог, который объемлет всё, сущность, которая всё это убирает, управляет, она соткана из любви. Ну, дай Бог, то есть вполне вероятно, что так. Банально, то есть могу сказать, что всё, что сегодня мы говорим, любовь — это две противоположности. В человечестве это мужчина и женщина. Соединяясь в энергетическом соитии, в сексе, мы получаем любовь. Вот понимание любви. Если этого нет, это не любовь. То есть энергетический принцип не соблюдён — это не любовь. Это другое понятие, и это просто игра языка и слов. То есть если мы путаем любовь к деньгам с любовью мужчины и женщины, это совсем разные противоположности. Когда соединяются две противоположности, возникает магнитное поле, как составляющая процесса, магнитное поле, которое объединяет целое. То есть мужчина и женщина объединяются в целое, вокруг них магнитное поле, притяжение. Так же, как магнитное поле вокруг Земли. Вот Земля, она уже в мире двойственности — это божественный гермафродит. Там нет разнополости, там объединённое целое. А в силу того, что мы в двух мирах живём, в трёх мирах двойственности, то у нас при соите получается примерно такое же магнитное поле, как и у Земли. Спасибо вам большое, насколько мог донести понимание любви. Поток очень хороший сегодня, и некоторые вещи были хорошо сказаны.